Продолжение следует... Потому что в жизни всегда не те люди, что на фотографиях. Я как-то попробовал встретиться с девушкой, и вот она была, ну, не то чтобы не очень, такая... На любителя. На любителя енотовидных собак, блядь. Больных енотовидных собак. Она была огромная. Я ничего не имею против полных девушек. Если честно, они мне даже нравятся. Просто, блин, обидно, что это вообще не то, что на фотографии. Представьте, что вы пришли в ресторан, заказываете устриц шампанском, а вам приносят жирную тёлку, блядь. Это вот так. Ей для полного образа не хватало на шею, а жирели из глаз её бывших парней. Я назвал эту девушку Тиндер-сюрприз. Я как-то ехал в метро, там девушка при мне листала Тиндер, и, прикиньте, накнулась там на меня. И смахнула влево. Я ни секунду не ждал, наклонился к ней, говорю, а чё не так, ну, почему? Она пыталась оправдаться, типа, ой, простите, я просто протирала экран. Ну, ещё лучше, блядь, ты подумала, что это грязь, это моё лицо вообще-то. Мы в итоге разговорились, между нами такая даже искорка промелькнула на фоне этой неловкости. Решили дальше продолжить наше общение в кафе, но когда выходили из вагона, я чё-то замешкался, не успел выйти, и между нами захлопнулась дверь. Естественно, мы не успели обменяться никакими контактами, я просто смотрел на неё сквозь стекло, дотронулся, смахнул влево и поехал дальше. Выкуси, сука. Я, короче, узнал, что девушек раздражает, если мы на них не тратимся, даже если исход от этого не меняется. Смотрите. Мне знакомая сказала, бесят мужики с Купердяи. Купил билет в кино по купону и рассчитывает на секс. Блин, девчонки, вообще, я вам открою секрет. Если мужик купил билет в кино за полную стоимость, давать тоже не обязательно. Это чё вообще за жизненная позиция? Секс не дешевле, чем за 350. Я вообще, если честно, не слышал, чтобы у кого-то был секс за фильм. Мне кажется, только у режиссёров есть секс за фильм. И то мне просто нравится так думать. Мне просто нравится думать, что Садренька Андреасяна за его фильм «Защитники» кто-то жёстко выебал. Я недавно прочитал новость, что влюблённые люди глупеют. И подумал, что в целом это во многом объясняет поведение моей девушки. Потому что, по-моему, она чё-то всё поехавшая уже. Я играл в игру на телефоне, там надо было отгадывать слова. Я ей говорю, смотри, четыре буквы, третья «С». Она говорит, может быть, сыр? Ну всё, блядь, с доунихой встречаюсь. Может быть, сыр? Может, ты книжки почитаешь какие-нибудь? А если она меня ещё сильнее полюбит, это она сегодня слова перепутала, а завтра унитаз с кроватью, блядь, и спи потом на этом месяц. Как мы будем имя ребёнка выбирать? Может быть, Данил, а может быть, сыр, блядь? Спасибо. Да я на самом деле понял, что я и сам тупею. Ну, я недавно поставил еду в духовку, включил её, и оказалось, что я включил там только свет. А как это, блядь, понять вообще? Там инструкции ноль, какие-то палки, скобки нарисованы. Древние люди лучше рисовали. Прихожу через час проверить еду, всё холодное. Но светло, пиздец, вообще. Ой, выцвело прям. Блядь, психанул, сожрал сырой. Потом 7 раз в день в туалет ходил, блядь, светом срал. У меня девушка делает брови, а я отпугиваю её клиентов. Постоянно приходится говорить, нет, это не она, нет. Она принимает клиентов у себя дома, поэтому если мы с клиенткой пересекаемся в прихожей, из подъезда уже выходим вместе, она, наверное, думает, ну и вон нахер, я лучше уйду со своими бровями отсюда, чем с лицом совы. Да, это обидно. Перестаньте. Недавно девушка ещё решила заняться шугарингом. Бизнес расширяется, молодец. Купила пасту для шугаринга, говорит, прикинь, она сладкая. Я говорю, а ты нахуя её пробуешь вообще? Я надеюсь, ты хотя бы это делаешь не при клиенте, но... Намазала ей ногу немножко, облизнула, блядь. Сидит, пьёт чай с ногой. Блядь, это были деньги для дела. Ты съела бизнес, ты съела наше будущее. Тебе как доверять вообще? У нас нет бытовых проблем, потому что мы боремся с тараканами. Тараканы сплочают влюблённых. Это настоящие купидоны. Недавно один таракан полз по стене, она испугалась, а второй полз по столу и шепнул мне, обними её. Она купила её для тараканов, говорит, ты не переживай, для людей он безвредный. Я говорю, а ты чё, блядь, его попробовала? Ну, мы, может, остановимся в какой-то момент? Если бы у нас дома крысы были, ты бы чё ко мне пришла с мышеловкой на языке? Я бы всё плавела. Да, дома много косметики, девушка сильно за этим следит. Вообще, я даже сам поддался на эту херню, повёлся. Я сейчас пользуюсь патчами. Знаете, что такое патчи, да? Кто не знает, расскажу. Патчи — это такие штучки, которые клеишь сюда вот под глаза, ходишь 15 минут, снимаешь, и нихуя не меняется абсолютно. Это патчи. Слушайте, я такой человек, я вообще ненавижу интриги. Мне реально нельзя давать времени хотя бы чуть-чуть подумать, потому что я в своих мыслях сразу ухожу куда-то далеко. То есть, если девушка у меня спросит, ты во мне ничего не замечаешь нового, я сразу визуально представляю другие глаза, другие брови, другие ресницы. Я через 15 минут её уже не узнаю. Всё, другой человек передо мной. А у неё очень рассеянное внимание. Мы как-то находились в разных городах, говорили по телефону, и она сказала, Руслана, кстати, давно хотела тебе сказать, что на самом деле я кукурузная каша, и положила трубку. Вы вообще слышите важность начала этого сообщения? Я тебе давно хотела сказать, что на самом деле я. Я ж, блядь, мог подумать что угодно. Что на самом деле я твой отец, дохуй его знает. На самом деле я люблю гулять по проезжей части. Пи-пи-пи. Я подумал, а что если она договорила, что хотела? Может, она и пыталась донести до меня эту важную мысль? Она пыталась сказать, Руслан, на самом деле я кукурузная каша. И прыгнула в кастрюлю. Реально очень большие проблемы с вниманием. Она всё забывает, забывает слова. Ей из-за этого очень тяжело флиртовать. Мы как-то ехали со свидания домой. Она говорит, давай по дороге заедем в аптеку и купим. Я ей подыгрываю, типа, что? Я не понимаю, что ты говоришь. Она говорит, ну смотри. Первая буква Г. Вторая буква А. Третья буква... Я говорю, Н. Она говорит, что? Вот месяц уже не трахаемся. Вспоминаем буквы. Мы переехали с ней в Москву недавно. Искали пока квартиру. Жили какое-то время в гостинице. У нас в гостинице были проблемы с водопроводом. Всё, что мы смывали в унитаз, всплывало в ванне. Естественно, мы про это не знали. Первая увидела она. Она зашла в ванну, увидела это всё. Говорит, блин, Руся, это чё такое? Я забегаю, смотрю на это всё. Говорю, а, ну да, что-то с водопроводом. Она говорит, а, это водопровод? Понятно. А мне? Непонятно. То есть ты подумала, что я просто насрал в ванну? И вся твоя реакция, Руся, это чё такое? Будь им откровенны. Если бы ты насрала в ванну, моя реакция была бы посерьёзнее. Я бы сказал, что-то типа, ты чё, вообще не манулась. Хотя это многое бы объяснило, да? Волосы в унитазе, говно в ванну, ты просто всё перепутала. Мы недавно с девушкой играли, чё-то бесились, и я в порыве игры, в порыве писячества, не знаю, укусил её за палец, потому что я псих ебаный. Бешеный пёс. Тупорылая мразь. Как вы понимаете, это цитата потерпевшей. Я реально ненавижу конфликты, особенно конфликтовать с быдло людьми, знаете? Вот эти вот, которые говорят, ты кто по жизни? Ты кто по сути? Это очень интимные вопросы. Я не готов обсуждать их с первым встречным. Или вот эта моя любимая фраза, ты знаешь, что сейчас будет? Ты знаешь, что сейчас будет? Что это за интриганно вообще? Ты знаешь, что сейчас будет? Ну там всегда драка. Никогда не было ничего другого. Никогда не было. Ты знаешь, что сейчас будет? Сальса, и мы танцуем до утра. Ты знаешь, что сейчас будет? Я всегда в таких случаях говорю, «Да, сейчас будет дождь. Я просто жду, что когда-нибудь это совпадет, и он охуеет вообще». Реально, я не конфликтный человек, но как будто бы девушка вообще постоянно моя пытается конфликт из пустого места создать. Она мне недавно намекнула, что хочет себе новые духи. Я говорю, «Подожди, так я тебе недавно дарил духи?» Она говорит, «Ну это летние духи, мне нужны зимние». Мне кажется, так даже цыгане не наебывают, если что. Говорит, «Ты чё, издеваешься? Ты думаешь, это схема как с летней-зимней резиной?» Напшикала зимой летними духами, вышла из дома, уебалась, кювет, всё. Полдня в сугробе. Просто я до сих пор не смирился с ночной дневной маской для лица, если честно. Я до сих пор считаю, нанеси днём ночную маску и, блядь, закрой шторы. Ну, эта маска, её наебать проще ребёнка. Ты чё? Чё вообще за жизненные принципы? На официальную работу я не устраиваюсь, чтобы не платить налоги, но надеть днём ночную маску — нет, неправильно, это аморально как-то. Я говорю, «Нет, я могу подарить тебе зимние духи вместо зимней куртки. А? Как тебе? Пусть они тебя греют». Собралась зимой куда-то идти, одела кофту потеплее, в прихожей взяла духи, немножечко выпила, пошла, всё. Тебе очень тепло. Я часто её не понимаю, хотя это странно, потому что я всю жизнь общаюсь с девушками. Реально, как-то так пошло с детства. Просто у всех подруг моей мамы были дочерью, а в детстве ты общаешься с теми, кого родили подруги твоей мамы. Ни одна из них не родила мне собутыльника. И реально, все мои ближайшие друзья — это девочки. Так сложилось, и так сложилось ещё в жизни, что я был автором женской сборной Хабаровского края по КВНу и жил в поездке в одной квартире с двенадцатью девушками. С двенадцатью, блядь. Не надо этому хлопать, это так себе. Короче, девочки только при парнях такие милые и воздушные. Смотрите, ситуация. Пять парней и одна девушка недель. Девушка будет за всем следить, убираться, всем готовить, спать в косметике, какать ездить в другой город, блядь. Парень и двенадцать девушек — это немного не так. Парень и двенадцать девушек? Я жил в таком говне. Там из чистого была только половая тряпка, блядь. Ну, к ней вообще не прикоснулись. Мужики, я открываю вам секрет. Девочки наедине, сами с собой, такие же свиньи, как и мы. Я в шоке от того, что в волосах вообще все. Ну, не секрет, да, что девушки везде после себя оставляют волосы, чтобы потом по ним дорогу домой найти, наверное, блядь. Не знаю, как хлебные игрушки раскидывают, но, блядь, когда их двенадцать, я на третий день забыл, как выглядит пол вообще. Мне казалось, если все волосы собрать и поджечь, можно было бы отопить Сербию. По-моему, у меня с ними в какой-то момент синхронизировались месячные. Но синхронизация месячных потрясающее явление. Оказавшись в диком лесу, окруженном стаей волков, с ними будет договориться проще, потому что ни один волк тебе не скажет «Засунь свой нурофен себе в жопу!» «Когда-нибудь мои внуки отнесутся ко мне как к ветерану, потому что я был в месте, где было пролито много крови. Я за эту синхронизацию постарел, потому что двенадцать месячных это год. Как сказка, блядь, Руслана, двенадцать месячных. И мать послала меня зимой за прокладками». Мужики, есть те, кого посылали за прокладками? Да? Похлопайте. Скажите, пожалуйста, вы замечали, что вам никогда не скажут максимально точную информацию, что нужно купить, так, сука, чтобы вас никто ни о чем не переспросил? Мне кажется, что фармацевты в какой-то момент нас проверяют. Типа так, а не себе ли он берет? Ну-ка, погоняю я его по теории. Просто, блядь, я стою, волнуюсь, она на тебя давит, а я переживаю, я первый раз, я боюсь принести не то. Послали за прокладками, принес арбуз, нахера мне это надо, блядь? Я стою, переживаю, она говорит, мужчина, вы что, у нее же глаз не видно, белые зрачки. Вы что, не знаете, что вам нужно? И ты стоишь по памперсу, да потому что я босался уже пока с тобой разговаривал. Еще формулировки невероятно странные. Она говорит, вам с крылышками? Мы точно все еще про прокладки говорим? Какие крылышки? Нам не на Хэллоуин. Так, дома чисто походите. Или говорит, вам сеточку? Сеточку, блядь? Ты вообще в курсе основного функционала? Мне надо, чтобы не вытекало. Какая сеточка, блядь? Очень странные формулировки. Ну сколько там капель? Две, три. Блядь, да там дохуя. Было бы там две, три капли, усрались бы мне твои прокладки вообще. Ну трусы через неделю выкинули и все. Я вообще не понимаю, как у девушек может не быть прокладок. Если б я знал, что из меня в какой-то момент может пойти кровь, я бы был к этому готов. Я бы носил с собой все, блядь. Прокладки, бинты, зеленку на всякий случай. Я бы зажал аптечку между ног и не выпускал бы ее. И девушки обижаются, если мужики забывают покупать презервативы. Ну нет, я ни в коем случае не выгораживаю. Да, конечно, мужики должны покупать презервативы. К сожалению, мы не можем сделать, как девушки. Мы не можем перед сексом сказать, я извини, я забыл их купить. Ну давай мы просто бумаги туалетные напихаем, да и все. А есть же еще прокладки на каждый день. Это там, что вообще происходит? Там она воюет где-то, блядь, что течет там из нее? Короче, я уже максимально осведомленный, я уже все это выучил. Я уже прихожу в аптеку, сразу уваливаю всю информацию. Говорю, здрасте, мне Олдис ультратонкий, три капли, давайте, без крылышек, без сеточек, нехуй ее баловать. Это вот все, что я сказал, давайте, уваливайте. И она меня все равно поставила в тупик. Вам ночные или дневные? Зимние, блядь. И мне упаковку, сэкономлю на сельках. У меня все, спасибо большое, хорошего вечера. Спасибо.